Друзья, всем привет! С вами я, Искрайбер. Сегодня мы поговорим о Mix 4 и о том, чем же все-таки порадует фанатов линейки Mix, потому что Mix все-таки более инновационная, интересная линейка, да? И о ней очень хочется узнать побольше. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки, друзья, в описании под этим видео. Там скидки на все телефоны, на Redmi Note 7, на Mi 9T, различные купоны, все, что вам, друзья, нравится. Все есть на этом телеграм-канале. Обязательно проходите по ссылке и подписывайтесь. Недавно совсем слили эскизы смартфона, и сейчас мы, друзья, их нарисуем, обозначим, вы уже их видите, и поговорим немножко о Mi Mix 4. Всемирная организация интеллектуальной собственности подтверждает, что компания Xiaomi зарегистрировала права на использование нового смартфона с выдвижной фронтальной камерой. В описании патента присутствует эскиз смартфона, который оборудован основной камерой, включая 4 датчика. Обратите внимание, друзья, не 3, а именно 4 датчика. Самое интересное из них это верхний модуль. Имеет квадратную форму, а все остальные являются круглыми. Друзья, вам ничего это не напоминает? Похоже на Huawei P30 Pro. Только квадратная камера там расположена внизу, а здесь она сверху. Ну, в общем, если в целом поговорить, то здесь широкоугольная камера, основная камера. И основная камера, друзья, вдумайтесь, только 108 мегапикселей. Мама родная. Компания Samsung и компания Xiaomi объединились и выпустили вот такое вот решение на 108 мегапикселей. Модуль, соответственно, компании Samsung. Какие снимки будет выдавать эта камера, пока что непонятно, но, наверное, результат все-таки будет более впечатляющим, чем 48-мегапиксельная камера. Надеемся, что, друзья, это не будет интерполяться именно самая настоящая камера на 108 мегапикселей. Но это, друзья, просто какие-то нереальные цифры и не знаю даже вообще, как к этому относиться. Ну, главное, чтобы камера была отличная и процессор ее тянул. А процессор здесь, кстати, 855 Snapdragon в виде выскорителя Adreno 640. То есть в плане железа здесь все в порядке. Этот камень потянет любую камеру вообще без проблем еще на протяжении лет 3-4. Но почему именно верхний модуль, он квадратный? Скорее всего, здесь будет камера расположена внутри. Здесь вы видите на изображении, да, под углом 45 градусов будет располагаться зеркало в этом квадратике. А камера будет ездить внутри. А для чего это сделано? Для того, чтобы приближать фотографии. То есть, по сути, делать зум. 20-кратный зум, друзья, здесь вполне возможен. И это именно оптический зум. Представляете, вот такие вот наработки интересные. Каким образом камера будет ходить внутри, не совсем понятно. Потому что на эскизе изображено, что сверху еще 3 камеры стоят, как бы над ним. Ну, в общем, короче, все это очень сложно, друзья. Как это будет выглядеть и работать, будет очень-очень интересно узнать. На правой части смартфона располагаются кнопки включения смартфона и регулировки громкости. Слева должен находиться слот для двух сим-карт. И две сим-карты будут именно нано. А microSD поддержки здесь не будет. Внизу, понятно, расположен USB Type-C разъем. Также решетки для динамика. И источники высказывают предположение, что именно так будет выглядеть новый концептуальный флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4, который оснащен вот этим новейшим самым датчиком. Конечно, компания Xiaomi, она прославилась в первую очередь бюджетными телефонами. Флагманы у них, ну, не всегда получались, так скажем. Флагманы последнего года у них стали получаться более интересные, более инновационные. Но в целом инноваций не совсем хватает. Допустим, предыдущий Mi Mix 3 отличался только вот этой слайдером. Это действительно был интересный фору-фактор, очень необычный. Но в Mi Mix 4 мы ждем вот просто интересных инноваций, своих разработок компании Xiaomi. В первую очередь, чем она нас удивит? Если обратить внимание на сам концепт, то концепт камеры очень интересен. Камера располагается сверху квадратная, три модуля снизу. Каким образом они будут работать, пока непонятно. Выдвижная камера спереди, и она находится в одной плоскости с основными камерами. Сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. У компании Xiaomi уже с этой технологией проблем нет. Они даже будут ставить ее, скорее всего, в более бюджетные телефоны. Ну и поговорим о дате выхода этого телефона. Дата выхода приблизительно октябрь 2019 года. То есть ждать осталось совсем-совсем недолго. Ну и цена, друзья. Цена в районе 550 долларов, скорее всего, будет стартовать. Но на старте продаж цена, скорее всего, будет в районе 600 или 650 долларов. Приблизительно плюс-минус. Поэтому после анонса этого телефона нужно будет подождать пару месяцев, пару-тройку. И потом уже спокойно его заказывать. Потому что вначале будут покупать все обзорчики. Ну и потом цена на этот телефон будет падать. Соответственно, его можно будет заказать. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу этого телефона. Интересна эта концепция или нет. Нравятся ли вам вот такие рисунки, изображения. Пишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Не забывайте про колокольчик, про репост. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.